Всем привет! Это продолжение командной игры. Первую часть вы могли увидеть вчера. Если вы её не смотрели, то переходите по ссылке, которую вы можете увидеть в верхнем правом углу, нажав на круглую кнопочку с буквочкой I. Там будет первая серия. Кликайте и переходите. Либо в описании тоже можно кликнуть и перейти. Это командная игра, командный турнир. Я играю в паре с человеком под ником 0извер. Всё, приятного вам просмотра. Так, да, дорогу, конечно, привычка это побережье строить. Кстати, забавный факт. Если первым, ну, вот этим апом от варваров полечиться, то это будет считаться, как ты уже получил ап от варваров и ещё один уже не можешь. Ну, то есть вторым апом лечишься, больше не будет. Я понял. Ну, не то, чтобы это забавный факт. Это лак. Написано же место. Парвары тут непрерывно. Ну, это круто. Ну, и хорошо. Культура. Да. Так, у меня Петра пять ходов. Я построю чисто ради каравана. Ну, да. И, кстати, было бы неплохо, чтобы ты его пустил ко мне. Я не успеваю до образования, но хотя... В принципе, это и промку даст. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Блин, а что тут варвары могут появиться? КОНЕЦ Блин, стоп, все устроить Еще и конюшни устроили Ну, у меня... Да, тебе, кстати, конюшни Неплохо будет Можешь засветить Что там Под холмом творится Чтобы я следующим ходом Безопасно становился Так, нормально? Да В целом у меня даже будет Плюс три Ну, примерно к тому времени Как мы востроим фрегаты Нехило так у русского С едой, конечно Ну, там караванами 8,5 У него два города Ну, здесь у него три города, да? Да Еще стою Ну, у меня 8, второй город тоже Третий не 5, конечно, а 2 Но... Это... Блин, мне убили юнит Убили там, где... Блин, да, не поставить еще город Вот, блин... Так... Слушай, ставь Или отводи Потому что может захватить Да, я вижу О, они висячие сады построили Наверное, я прям тут и поставлю Блин, хотелось бы на холме Да у меня тут лошади Ну, ладно, ставь, ставь Что я могу сделать? Так, в Тимбукту универ 5 строится В столице 6 Ну, предлагаю открыть Констракшн, потом Комбат Ну, давай Вообще, нам было бы классно Сразу двумя Оксфордами Типа Одним астрономием А мы не успеем Немного строить Голиасов Вообще не успеем Так нам не нужны Голиасы Мы сразу фрегаты бы строили Ну, не знаю Да Лошади, конечно, резвые Да, вот с лошадьми у нас проблемы будут У меня уже минус 4 Счастье? А почему? Да Почему? Из-за города? Ну, потому что у меня, в принципе, в ноль ушло Я же с тобой еще счастьем поделился Ну, у меня следующим ходом Сразу 2 счастья добавится Так что Что-то смогу тебе дать Я смотрю, они большие любители чудес Без всяческих Сады, они построили, по крайней мере Куда тебе пустить караван? Ну, в гао, наверное Гляньте, там что, красители надо или какао? Хотя у меня Тимбукту какао как раз хочет Какао Да, лошади, конечно, представляют Неудобства, потому что равнины Ну, ты понимаешь, что могут тебе этих рабочих Позахватывать? Сейчас не могут Ты уже строишь Я смотрю, еще Коников, да? Вот Конкретно сейчас Ни один коник не прибежит По следующему ходу Че-нибудь придумал Ух ты Как они к тебе тут Толпой прямо Толпой прямо Так, три-два Я тут видео пишу У меня Будут просто источные кошачьи мявы на видео Че так? Ну Кошка требует на шкаф Залезть У меня минус 4 Через 2 года вырастет столь мне все равно Продолжение следует... Продолжение следует... Отлично Через 6 ходов промка Что через 6 ходов? Промка О, метколуки Ну мы же открыли Такое ощущение, что они вообще не открывали Значит Это не ты, да, Скайеров взял? Нет, нет Ты меня один всего Я бы не брал Я не знаю representative Что через 6 ходов? Ну на-у-у Я вижу Эти Толпой Я вижу Я вижу Что через 6 ходов? Я вижу Делаю Продолжение следует... Я вижу Так, компас открыт. Что там с астрономией? Ты уже открываешь ее? Я открываю. То есть 7 ходов у нас. Ну, у меня универ только следующим ходом построится в стольне. Так, посадил спецов во втором городе. Все равно еще 7 ходов. Ну, похоже на то, что мы их опережаем. Правда, мы Оксфорд не построим. Ни ты, ни я. Так, знаешь что? Нам бы 3 ремок не помешало. Хотя у меня только на 2. Но у меня будет еще деньги на 3 апнуть. Я просто надеюсь, что мы деньги возьмем с разграбления их караванов. Ну, это всегда вариативно, но да. И приплыть тремя каравеллами намного лучше, чем двумя, правда? Да. У тебя есть одна 3 рема, да? Слушай, иди ее лучше, поставь лечиться. Тут у тебя уже ничего не... Еще 8 ходов. Ну, 6. 5. Да, но у тебя тут все равно никто не появится уже. Ты уже засвечиваешь тут все. Я не хочу. У меня вот эта 3 рема, она засвечивает от варваров. О, религию взяли. Наверное, производство, да? Да. Нет. А, нет. Пагоды? Серьезно? Видимо, у них траблы с счастьем. Блин, но траблы с счастьем не пагодами решаются. Потому что пагоды это, ну, на будущее. То есть, тебе, типа, в будущем будет больше счастья. Ты же не можешь их сейчас использовать. Может быть, у них чудо на веру? Нет. Если бы у них было чудо на веру, они бы не на 86 ходу религию основали. Может быть, они только поставили город под это чудо. Ну, фиг знает. Не, это что-то не то они сделали. Боже, уже пикинеры. Нифига себе. Ну, вряд ли они сейчас убьют кого. Ну, вот, пять ходов до астрономии. Это у меня универ в столице построился. Классные всадники лечатся. На ходу. Да, зашибись. Так, не понял. Что-то... Да, кстати, у тебя в тех случаях никого не сидит. Меня слышно? Сейчас, да. Блин, у меня какие-то странные тормоза начались сейчас. Типа вот посреди хода внезапно фриза, да? Или нет? Вот сейчас не слышу, если что. Пинк нормальный. Да, чеченицы, у них проблемы с этим... Счастьем. Раз-раз, слышно меня? Сейчас, да. Это, оказывается, микрофон заглючил. Достаточно было его выключить, включить. Как-то зафризилось у меня, да. Но это из-за микрофона именно. Потому что какие-то звуки начались внезапно странные. Ну, все равно, с варварами у нас, можно сказать, нет проблем. Да. По промке я вырвался, а вот по науке они вырвались. Так. Походу, Оксфорта не построили, мне так кажется. Не, не построили, они не вышли еще. У них что-то другое открыто. Может быть, они в... Слышишь, введи свою трюрему, ты не успеешь полечиться, надо будет апать, я тебе дам денег, или у тебя есть деньги. А у тебя еще есть деньги, блин, надо... Я успею даже полечиться. Надо еще одну трюрему, наверное, построить, или я уже не успею. Ладно. Апаем так. Лагерь конфермент. И, в принципе, вот сейчас трюрема будут плыть, грабить, всякое такое. Можно будет открыть почти эти фрегаты, а потом, ну, на последнем ходу, что-нибудь другое пойти изучать. Глязов настроить. Да. Насколько голды будет. У меня, в принципе, на один. Ну, нам надо еще эти... Грабить лагеря побольше. Ну, лагеря это уже максимум еще плюс 50, плюс 100, не больше. Можешь вот пойти гунным вниз, тут сверху, вот же нет. И забрать вот тот лагерь, который я сейчас контролю. Арфенон. Ну, вот смотри, я отвел, я трюрем, и сразу где лагерь появился. Да. Надо было клетку купить. Ну. Ну что, навигацию сразу. Да, я поставил на навигацию. Я там две. Ну, я две. У тебя открыто море и плавание? Нет. Ну, а скоро? Один из ходов. Да. Не, ну все равно вдвоем плыть. Ты же понимаю. Да. Ты считаешь, надо тебе отдать... Ну, там клики и всякое такое. Что-что? Кликать удобнее. Да, 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 да. А, смотри, где лагерь. Короче. Ну, отлично. У меня тут... Так? У меня тут есть, чем его брать. У варваров уже тоже провала. Слушай, они же еще не вышли, правильно? Варвары, вон, их материк. Ага. Они не вышли. Так что у нас еще пару ходов есть побегать. Сколько стоит апгрейдить голиасовы фрегаты? Не помню, что-то около 150. Наверное, 120. Так, отлично. Все, у меня полно счастья. А у меня только три. У меня 10. Откуда? А, медь. Валаты и ставка Атила абсолютно одинаковы в опромке. Кто? Валата? Мой второй город и первый одинаковы в опромке. Угу. Круто. Тут вольно убивают. Так, ну, наверное, я снизу, ты сверху. Ну да. Так, вон, у них даже соль видно. Ну, походу, с этой стороны мы ничего не пограбим. Надо в другую. Если, конечно, будут проплывы. Я сверху. То есть, ты надеешься, будут. Нет, ты снизу оплывешь, а я сверху. О, смотри, а куда этот дуболом высадился нафига кельтский? Спасается от варваров. Ага. Ну, ты, может, ему там не показывайся? Ну, естественно. Я поплыву вниз. Потому что один дуболом против возможного лагеря. Ой, каравана. Да. А что так они нас на сто очков стали опережать внезапно? Я думаю, потому что у них чудо. А, религия. Не-не, религия, религия. Вспомнил я, да. Да, тут есть у меня проплыв. А вот на ап у меня денег нет. Ну, у меня 223. Сейчас мы этот лагерь возьмем, будет 50. Потом вон там еще где-то лагерь был. Или уже нету? А, вон еще лагерь. Я забрал, потому что у меня слишком тут напряженная ситуация. Вон справа еще лагерь. Плюс сколько у тебя плюс? А, два, мало. Ну, давай по два голиаса пока построим. То есть это, сколько? 480 надо будет. И остановимся. Так, я немножко попустил, что ты сейчас говорил. По два голиаса только построим и остановимся. Ну, это я слышал. А что ты слышал? Ну, то есть больше ты ничего не говорил, да? Вроде нет. Ну, сори просто тут. А, вот у меня нету сверху походу проплыва. Ладно. Знаешь что, я, наверное, не вниз поплыву, а просто в другую сторону. Ну, да. А ты там как раз вниз, чтобы мы так побольше. Да, я там вижу уже город, да, Тельский? Ну, такое ощущение, что он не все на море поставил. Ну, тебе главное попробовать. Если мы сможем хотя бы один караван украсть, то уже можем больше голиасов строить. А у тебя эти казармы есть? Нет. Ну, зря, зря. Слушай, у меня вот другой вопрос интересует. Куда нам лучше плыть атаковать? На кельта или на русского? Я думаю, мне ближе все будет к кельту плыть. Ну, тебе-то ближе, но основной у них упор у русского, ну, экономика у русского. Смотри, какая промка. Он, конечно, может там полностью там на еде, но... То есть я считаю, что надо русского захватывать в первую очередь. Вопрос, будет ли русский по дороге кельту или не по дороге? Ну, русский вон, он слева. Справа. Видишь, там где рыба, это видно? По-моему, возможно, что, смотри, я плыву, а плываю вокруг кельта, мне ближе к кельту. Поскольку у меня еще мореходство. То есть, чтобы к русскому плыть, мне нужно одевать вверх, потом вниз. А, ну да. Не, почему, тебе прямо вот по низу плыть? Ну, по низу тоже примерно так же получается, там два больших выступа. Ну, на одного фрегата у меня хватит. А тебе, наверное... Знаешь чё? Не строй гляз, у тебя же там все равно нет казарма. Я легко построю сколько надо. Окей. Обсерваторию построю тогда. Или минт. Минт. Ну, блин, всего только плюс два золота даст. Ну, что-нибудь, что на промке. Было бы неплохо. На промке у меня уже все по максимуму построено. Все, что дает производство. Карги пьеми. Хотя могу еще... Конюшню поставить, но только это всего один молоток. Кажется, меня запалили. Каким образом? Там глязь вот на той клетке, от которой я сейчас отошел. Слева, сверху от карги. А поскольку маяк у кого... Сейчас посмотрим. Так. Не понял. Так, убей коня под джене. Слышишь, убей коня под джене, я лагерь возьму. У меня будет три гляза. Ну, походу, на ап у нас есть деньги, на этих трех глязов. У тебя 118, у меня 290. Ну, то есть 300-400 там. Нормально. Смотри, сколько тут варваров плавает. О, у меня ученый. Я открыл навигацию. Все, надо фрегаты клепать. Бери у меня деньги, апой. Деньги с разграбления тогда, наверное, на... Ой, можешь сам дать? По 30 просится. Блин. Сейчас. Я не знаю, почему какая-то фигня, но... Так. Ну, что, хватает тебе там? Мне хватило. Сколько осталось? 60. Ну. Ого. Смотри, что у них тут. Да. Ничего себе. Знаешь, я думаю, что они вообще, наверное, морские караваны не пускают. Что-то мне так кажется. Никто не видел. Скорее всего, вот видишь то, что про Кардифон? Ага. Вот я уверен, там... Там у них есть что-то. Вот видишь этот гляз? Он меня не палит. Отдай мне 60 пока обратно. Ну ладно, я сам возьму. Буду копить на апгрейд моего единственного гляза. А сколько у тебя железа, кстати? Ну пока ноль, потому что я поставил 4. Ну так у меня 4. Сейчас я еще одно обработаю, будет 6. Я просто поставил сейчас на строительство. Идем, слышишь? Я просто мастер в плане. Ну, воинам этим, лучникам идем вправо. Там еще одно этот... Еще один лагерь. Тебе подарить стоило... Кого? А, лучникам. Ну ты ж жадный. Ты не даришь, видишь. Так. Слушай, у меня тут бесхозный ученый. Наверное, сжигать его не стоит. Посадим в академию. Нам же тут вроде никуда выходить не надо. Никакие техи. Слышишь меня? Понятно, что у нас тут с демографией. Блин, я второй. Ну, короче, у наших соперников проблемы с демографией. Проблемы с производством. Рад вам напомнить, что это видео вышло при поддержке 2ГИС. Это справочник и детальная карта городов. Не обязательно отправляться в дальние места за новыми открытиями. Их можно совершать и в своем городе. Отправляйтесь в музей, рассматривайте интересные экспонаты и узнавайте интересные факты. Информация о музеях и часах их работы есть в 2ГИС. Так я, именно благодаря 2ГИС, узнал, как работает московский Кремль в свою последнюю поездку. 2ГИС, если быть точным. Ветерская карта. 3ГИС, если быть точным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-то отключился мой. Может я отключился? Сейчас проверю. Раз, раз. Аркадий, ты меня слышишь? Не, походу. Слышу, слышу. Не туда жал. Все ясно. Ну в общем я посадил ученого, так что нам его сжигать-то и некуда. По-хорошему. А у меня тоже ученый. Все, я принял мореплавание. Отлично. Я, короче, что сделаю? Я буду строить каперы, захватывать как минимум варварские суда. Интересная идея, да. Иди обстреливай воина в лагере. Я тыкнул машинерию, потом физику, потом принтинг-пресс. А я гильдии поставил, потом машинерия. Ну естественно, гильдии сначала. А, ну да. Так, у русского... Ух ты, киты. Он тебя видит. Ну что ж поделать. Ой, блин, у меня есть уже на ап. А, у меня блин, я за них... Ай, 4 секунды уже, все. А в джинне, по-моему, уже не нужен универ. Как ты думаешь? Просто мы же уже открыли все, что нужно. А что нужно, по-твоему? А фрегаты? Ну, блин, они тут очень медленно строятся. Машинерия. Ну, там можно что-нибудь... Воркшоп, да, ладно, воркшоп поставлю. Кстати, может быть, тоже? Дай железо. Дай железо. Нет, надо построить по максимуму, чтобы уже все железо было занято фрегатами. И тогда в других городах воркшопы можно строить. Я вот все фрегаты, которые можно построю... Чисто́ Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, в общем, тебе надо оттуда снизу кельта действительно захватывать. И все. Деньги у них вообще есть. 206 у русского. Ну, на пару апгрейдов есть. Но мы-то раньше вышли во фрегаты, и мы уже апнулись, и еще и строим их сейчас. Продолжение следует... Я вот не видел у них ни одного морского каравана. Походу, у них такие проблемы с варварами на воде, что они все караваны земные... А, не, вон, есть караван в Ру в Питере. Надо попробовать грабануть. Ой, слушай, а что это у меня минус 4 счастья стало? Медь, медь, медь быстренько! О, фрегаты апнулись. А у кельта не апнулись. Ох, сложно будет кельта брать. Слушай, может... Я пограбил караван. А, пограбил. Слушай, может все-таки идти и русского брать? Сери, как у кельта тут хрен в это... Дублин я возьму. Кардив так точно. Ну, Кардив это такой мусорный город. Ну, все равно. Он в Кардиве строит универ. Так, я своего посажу в Эдинбург. Ну, я, наверное, в Питер. Я Москву пока не вижу. Так, а ты можешь грабануть эти киты? Ну, у меня походили все уже. Каравелла, да? Да. Видишь, там он защищает киты. Я одни киты грабанул. А, ну, отлично. Подойти поближе, посмотреть на Москву как-нибудь. Потому что тут явно у него Москва. Ну, она вот стопроцентно стоит на реке. Вот там. В углу. Блин, и не увидел. Ай. Как так? Так. Так. Продолжение следует... 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 Москва. Он, скорее всего, Москву отожрал. Построил каменную мастерскую. Ну и вот у него там железо, в принципе, было всякое. Конь прибежал в дублено. Грабь китов, блин. А, забыл. Ну ты же можешь пограбить, нет? Могу. О, у русского несчастья пошло. Правда, у меня тоже есть несчастье, но. Нет, это все. У них уже просто даже нету на ап. Денег, да. Боиск. Ну а может уже во фрегаты вышли? Один фрегат, но... А у русского еще киты сверху. Или там защищено. Не знаю. Вот просто кем-то, он погружается быстрее меня, вот гораздо-гораздо. Я поэтому подумал, что какие-то лаги. У тебя там счастья лишнего нету? Да-фига. Дай мне мрамор. Предложи. Ой. Наверное, наверное, уже нету. Все, дублин взял. Здание продавай там. Да, мрамор Минстр. Продаю, продаю. Он просто еще сжечься долго будет. Ну, откажи тогда в предложении. Я пойду... ...Новгород, наверное, брать. В принципе, если у русского несчастья больше, чем у тебя, то можно воевать. Ну, что, сдаваться они не хотят. А, по-моему, они до конца играют. Ну, играй до конца. Ну, конечно. Кто у них маяк строил? Русский. Да. Да, он в Москве маяк. Зачем? Ну, в принципе, неплохо тогда. И сразу у него... Кроме... Места похуже, короче. Эдинбург вот хороший, а Москва похуже, чем у нас. Но тоже очень неплохо. Ну, похуже, чем мою ГАО, ты считаешь? Я считаю, что у тебя ГАО лучше, хуже, наоборот. Ну. А вот от силы у меня гораздо круче, чем у них. В общем, круче. Еще один ученый. Блин, у меня ученые. А у меня тоже. А, нет, нет. Блин. Убил мою... ...галеру. Теперь мне нечем Новгород брать. Ну, фиг с ним. Я его... ...корабли покусываю. Сейчас пропадать стал. Говорю, галеру мне убил. Русский. Мне теперь нечем брать. Новгород. Ну, я там как бы особо не могу русского захватить. Это так, его чисто отвлечение. Так что ты там занимайся кельтом, а потом по очереди просто приходи к русскому и все. Ты услышал, что я сказал? Да. Тут я уже просто настроил огромное количество войск. Ну да, все, просто мясом дави их. Ух ты, и Россия основала религию. У меня уже следующая теха на счастье... Ой, политика на счастье. Ах, вот они какие. Ну, короче, варвары пришли грабить. Лагерь появился. Где, где, где? А, ну, так я к этому лагерю как раз и бегу, собственно, его зачищать. Вон, видишь. Я-то думаю, что у меня счастья все равно мало. Ты издание продаешь в этом, в Дублине? А он там их тоже продал, там уже нечего. Кстати, у меня есть деньги на покупку мастерских. Круто. Ну, я уже своим ходом дострою. Пожалуй. О, и один, и все. Там уже везде варвары. Круто. О, и один, и один, и один. Русский там держится. Ну, да, имя там особо. Хотя у него минус 18, то есть минус 9 счастья. И еще чуть-чуть и повстанцы. И не говори. Ну, теперь это счастье есть. А, у меня соль еще появилась. Тебе дай соль. А, можно. Спасибо. Спасибо. Блин, я не пойму. Слушай, у него там, походу, что-то... Я с одного выстрела его фрегаты убиваю. Я не посмотрел. Я говорю, у него минус 9 счастья. Да, но это не позволяет с одного выстрела фрегаты убивать. У него, походу, то ли с железом проблемы стали. Походу, железо грабанули. Ну, в общем... Я просто полностью здоровый фрегаты с одного выстрела. Все, что выстрела. на у нас исследование не ведутся у меня по крайней мере я уже в индустриализацию поставил уже все хотел мировую религию в кинуте а это все их религия ну вот и буквально маякам вообще не помог да убей варваров внизу я захочу лагерь варбалеты вышли вот смотри как они могли сделать например если бы русский появился не на море не знаю он конечно на море появился но все же то русский мог бы быть не на море а кельт спокойно дефаться дефать свою старицу да у кельта офигенно им даже по-хорошему даже надо было фрегаты выходить они вышли бы в арбалеты и они бы обставив вот так вот вокруг арбалетами вообще без проблем бы отбили а мы такие опа приплыли тут фрегатами загубили бы свое развитие потому что они пошли бы поболее отслеживал то есть я отслеживаю что они типа есть определенная схема при которой видно что человек вот идет по морской ветке вот но как как видно тут спот у русского был прям на море или рядом с ним до минус 50 у русского у фрегатов нет но еще не счастье на ну что следующим ходом эзенбург возьмешь скорее всего после следующих на варвары кельту все грабят я смотрю они мне тут очень мешали проплывать к кельту просто банально там стоит какая-нибудь коллега и зона контроля не очень логично конечно хорошо бы сделали так что типа устаревшие юниты не создают зона контроля для тех которые опережают их там на пару эпоху что-нибудь такое ну есть прокачки определенные в автократии это берется для танков только в автократии в бионтерс есть у определенных юнитов такие прокачки очень народ это удивляет когда знаешь там расставил келька нет поздравляю чё русские до конца прям будет играть да да вот и можно я уже буду воркшоп построить потому что я не успею мои гелиасы и фрегаты не успеют к убийству русского ну чё там делают что 1 юнитов а у кельта вообще нету давай заканчивай ход а у меня тут просто полная бинет в общем генерал переводится в столицу или город захваченный сразу же флот лечится идет дальше круто вот у них тут вот этот лагерь спавнил просто горит галерой их если тельт мог как-то караванится русский принципе тоже то вот контролировать все эти проплывы или плыть к нам они не могли видишь как я бы и подозревал вот снизу тоже есть проплыв ко мне например но они им не могли воспользоваться просто потому что там тысячи варвар раздаются да я уже думал будет нас заставлять прям до конца тут мучиться ну все спасибо за игру тебе спасибо следующему следующем раунде уже выше своей напарницей играть что удачи не под не помню на кого там выходите в общем все спасибо за игру найти спасибо отписаться осталось на давай пока ночь спасибо спасибо